Традиционный норвежский коричневый сыр Брюнуст, появлению которого в конце 19 века норвежцы обязаны Анны Хофф, стал настоящим спасением для долины Гудбранстал. Эта находчивая женщина спасла в свое время целый регион Норвегии от экономического упадка, буквально от нищеты. Здравствуйте! Вы снова на нашем канале и я предлагаю приготовить этот потрясающий сыр вместе. Для этого нам понадобится сыворотка, сливки и время, которое, кстати, вы можете проводить за любым другим занятием, пока сыр варится сам. Сыворотку наливаю в кастрюлю и отправляю на плиту. Быстро довожу до кипения и на среднем огне оставляю вариваться в течение часа. Можно, кстати, упростить процесс и варить сразу все вместе, но именно так текстура сыра получается гораздо нежнее. Когда сыворотка уменьшится в объеме вдвое, добавляю сливки и на среднем огне оставляю снова. Можно периодически помешивать, но на этом этапе, когда еще много жидкости, масса не подгорит. Хорошо видно, как достаточно сильно кипит масса. Увариваться она будет около двух часов. Надо сказать, что норвежцы из сыворотки варили прим. Это был мягкий и сладкий сыр из сыворотки и козьего молока. И когда в этот привычный рецепт Анны Хофф добавила сметану для повышения жирности, результат превзошел все ожидания. Этот сыр быстро нашел своего покупателя. А вскоре, благодаря предприимчивости одного из местных торговцев, продажи наладились и в столице страны. Ну а в начале 20 века этот сыр стали производить фабричным способом. И так, когда масса достаточно загустеет, во избежание брызг можете накрыть кастрюлю рассеивателем. Я нарочно взяла сразу достаточно высокую кастрюлю, чтобы избежать подобных неприятностей. Когда вся влага выпарится, содержимое кастрюли начнет менять цвет. Вот тут уже не отходите от плиты, постоянно помешивайте, чтобы масса равномерно карамелизировалась и в то же время не подгорала. Аромат, наполнивший кухню, будет просто невероятным. И здесь, чем дольше вы увариваете, тем интенсивнее цвет и плотнее сыр на выходе. Как видите, никаких других добавок. Карамелизируется лишь сахар, входящий в состав сыворотки и сливок. Минут 20 уходит на финальную стадию интенсивного помешивания. И затем прямо горячий сыр я раскладываю по формочкам. У меня получилось 4 формочки объемом по 75 мл каждая. Готовый продукт убираю на ночь в холодильник. А утром этот невероятно вкусный сыр можно пробовать. Сладковатый карамельный вкус в сочетании с почти вяжущей кислинкой. Ощущение неповторимое. Если вы никогда не пробовали этот сыр, поверьте, стоит это сделать незамедлительно. Признаюсь, я в него влюбилась сразу. И безмерно рада тому, что могу приготовить его дома. При этом варьируя жирностью и плотностью конечного продукта. Из домашней сыворотки и домашних сливок по понятным причинам сыр получается жирнее. Но из магазинных продуктов сыр отнюдь не хуже. А с чашкой утреннего кофе этот сыр на горячем тосте просто превосходное начало дня. В числе прочего, примус используют для фондю и сдабривают им соусы. Такая вот сырная история. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok